Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся сегодня в поселке Витязево, гостевой дом Астра. Находится он на переулке Благовещенский, 14. Давайте я вам о нем расскажу. А самое интересное, что об обзоре договорились мои подписчики. Сетевой дом небольшой, он угловой. Здесь за забором под камерами парковка для машин, а также можно поставить по фасаду. Сейчас... Как зовут вас? Вера Николаевна. Виктор Николаевна. Откуда вы? С Перми. Перми? Привет. Огромный. Привет, огромный. Территория полностью закрыта. Я для себя дверку приоткрыл, чтобы не вспоминать пароль. И отсюда, сразу вниз, через улицу Рос, мы попадем уже на Южный проспект ко всем развлечениям, ребятки. Но сначала давайте про гостевой дом. Заходим на территорию. Территория у него довольно-таки большая. Есть места, где посидеть, более уютные. Есть ногомойка, а также свой бассейн. Сейчас, пока все ушли на пляж, проводится его очистка. Просто сегодня генеральная уборка. Есть детская площадка и вход в сам гостевой дом. Зашли на рецепшн. Есть место, где отдохнуть, посидеть, друзья. Также есть возможность приготовить себе что-то, кофе, разогреть завтраки, обеды. А также есть такие подарочки от гостевого дома. Это наши ракушки. Также люди привозят такие интересные фотографии. Ну, это сама зона рецепшна. Здравствуйте, меня зовут Оксана. Будем рады вас видеть в нашем гостевой доме Астра. Что самое важное, стоит отметить, у гостевого дома есть собственный пляж. Лежаков хватает даже в самый пик сезон. Говорят, всегда есть свободный. На пляж мы сходим после обзора. По этажам здесь можно ходить по таким лестницам. Пожарная безопасность. Это огнетушители. И есть отдельная пожарная лестница. На верхнем этаже есть еще одна зона отдыха. Здесь такое большое пространство. Можно посушить вещи. Есть свой мангал. А также в другой стороне есть столики, за которыми вы можете пообедать, заказать блюдо себе в столовой. В столовой, кстати, здесь тоже имеется такой большой телевизор. Места тоже здесь хватает для всех гостей. Если вдруг не насти, то мы заходим вовнутрь. Здесь тоже есть столики, за которыми можно поесть. Меню здесь каждый день меняется. Есть заказные позиции, такие как пицца, салаты и другие вкусняшки, которые вы можете себе заказать под заказ. Есть детский стул, помыть где ручки. Вот так вот все красиво здесь выглядит. Аромат здесь стоит просто великолепный. Аж кушать захотелось. То самое пожарная лестница. Выход с каждого этажа. Посмотрим двухместное размещение в этом гостевом доме. Здесь с правой стороны прихожая. Есть куда повесить вещи. Плечики, телефон, фен, полотенчики. Покрывала дополнительные. Есть такой передвижной столик, два стула, телевизор, холодильник, прикроватная тумбочка, двуспальная кровать, бра, сплит-система. Также отсюда есть выход на балкон. Балкон здесь со столом. Стульчики те вы можете вынести. Вообще в гостевом доме сейчас свободно всего лишь два номера. Вот этот вид во двор. И отсюда даже с этого этажа мы видим морешко. Мне очень нравятся дворики, где вид на бассейн, зону отдыха. То есть вы можете присматривать отсюда со своими. Тоже бассейн смотрите пропылесосили. Сейчас включат фильтрацию и будут великолепные виды. Мои подписчики, которые позвали нас сюда, говорят, они обожают этот гостевой дом. И вид на море с морским воздухом просто великолепный. Вот так вот выглядит место для хранения. А это собственный санузел в номере. Есть унитаз, душевая зона, раковина, зеркало. И куда положить мыльные принадлежности. Стоимость проживания в этом номере 2300 рублей сегодня. Если вам надо детская кроватка, ее вам предоставляют бесплатно. Если доп. место, то дополнительное 300 рублей. Мы спустились на этаж ниже, номер 206. Смотрим с вами трехместное размещение. С правой стороны встречает нас прихожая. Место, куда повесить ваши вещи. Покрывало, полотенчики. Есть плечики. Место для хранения выглядит вот так. Здесь в самом номере двухспальная кровать, односпальная, стул. Есть передвижной столик, сплит-система, телевизор, холодильник, телефон. И возле окна две прикроватные тумбочки. Санузел в этом номере выглядит вот так. Есть душевая зона, унитаз, раковина, зеркало. Стоимость проживания в этом номере 2300 рублей. Как я и говорил, номера здесь свободные. Не в ассортименте. Все, что было, мы вам показали. Но у моего подписчика есть я, который проживает в пятиместном номере. Он двухкомнатный. Давайте его с вами тоже посмотрим. Здесь у нас тоже вид на бассейн и вход в номер. Здесь на входе стол есть, стульчик, место для хранения. Как прихожая, все вместе открывать не будем, потому что люди живут в холодильник. Здесь одна комната, там две односпальные кровати. Туда мы не попадем, там вещи важные у людей. А здесь двухспальная кровать и односпальная. Есть передвижной столик, стул, сплит-система, телевизор. Вот с такими тумбочками. В той комнате также есть сплит-система и телевизор. Санузлы здесь, в принципе, стандартные. Стоимость проживания в этом номере на 5 человек 3800 рублей. Также в гостевом доме есть 6-местные номера с кухней. Они сейчас заняты, посмотреть мы их не можем. Стоимость проживания в них 4800 рублей. Также в них можно поставить два дополнительных места по 300 рублей. Там сможет поместиться 8 человек. Два раза в неделю в гостевом доме проходит анимация. Один день для взрослых, второй день для детей. На цокольном этаже есть гладильная доска с утюгом. Все, бассейн, пока мы снимаем, уже готов к использованию. Мышите ручкой, девочки. Вам нравится? Вам нравится здесь отдыхать? Это самое главное. Мы сейчас отправляемся на пляж. Хозяева говорят, минут 10 кишечком целенаправленно пройтись туда. 900 метров. И самый плюс, что побескуйте не надо. Везде есть для вас настил. Пляж собственный. Но вход туда получается дополнительно 700 рублей с семьи. С номера на весь период проживания. Приезжаете, оплативаете 700 рублей. И всем остальным на пляже пользуетесь бесплатно. Отправляемся в путь. Хочу еще, кстати, похвалить. Очень вкусный фарапайс здесь готовят. Восхитительно. Такие температуры в тени сейчас у нас показывают. Такой великолепный градусничек. Пойдемте. Здесь по самому перелоку Благовещенскому можно пройти вот так вот в тенечке. Я здесь уже многие отели снимал. Так что, если что, смотрите их на обзоры. По прямой лестничка. То есть, если вам с колясочкой, то вы можете обойтись с той стороны. И там будет спуск именно с пандусом. Друзья, это улица Рос у нас. Можно пойти влево на кольцо выйти. Можно вот сюда еще по прямой немножко спуститься. Парк аваракционов у нас. Здесь разнообразные магазинчики. Всякими нужными вам и ненужными вещами. И куча развлечений. И люди потихонечку тянутся на пляж. Либо просто прогуливаются. А кто-то вот как парень уже идет с пляжа. То есть, пляжуха полным ходом курортная. Здесь у нас пиццерия. Питьевой бювет. Сейчас вам покажу. Мед очень интересный продает наш дорогой подписчик. Мы от него баночку уже разыграли на днях. И Южное кольцо, друзья. Здесь экскурсионные точки. И поворот на улицу Светлого. Нам уже улыбаются. Это приятно. Уборкой занимает. Так, кто у нас выиграл приз? Ой, девушка выиграла. Сказала, приедет или в июле, или в августе и заберет. Татьяна. Можешь ей даже сам написать личку ВКонтакте и поздравить. Каче, ты ее очень ждешь. Хорошо? Да, конечно. Ребята, приходите. Покупайте меддог. Если вдруг захочешь еще разыграть, обращайся. Все хорошо. Спасибо. Ну, а мы отправляемся дальше. Южное кольцо, друзья. Здесь у нас, как всегда, очень много ребятишек, которые приехали группами отпакать. И сама улица Светлого. С левой стороны здесь находится ярмарка, где ребята работают с честными весами. Вы сюда можете прийти со своим весом, проверить их. И давайте посмотрим, по чем вообще сейчас здесь фрукты и овощи продают. Выбор здесь огромный. Как я и говорил, ценники все у них подписаны. Можете увидеть, что почем. Все красиво. Ребята, большие молодцы. Ребята, пользуются популярностью. И вот такая вот красотища, ребятки. С правой стороны Рустейна, мама держит точку по косичкам. И сквозь ряды товаров за нашими отдыхающими пробиваемся. Здравствуйте. Как вас зовут? Денис. Денис. И? Марина. Очень приятно. Откуда вы? Мы приехали по Москве. Из Москвы. В Москве хорошего отдыха, ребят. Джаник, ты еще не женился? Огонь, ребята. Ну, а мы двигаемся дальше. С правой стороны Марсель. Одна из самых популярных столовых. Шашвачки жарят, ребята. Ну, и куча всякой разнообразной здесь вкусняшки. Столовая. Постоянно очереди. Поэтому, как бы, я не удивляюсь, что люди здесь сидят такими большими компаниями. Время у нас 11.44. И сейчас пляжи повалят наши отдыхающие. Будут в больших количествах здесь питаться. Выбор в столовой просто огромный, ребят. То есть, блюд всяких очень много. Это к тому, что вы можете выбирать разнообразные места питания, в которых только захотите покушать. Их у нас огромное количество. Хотите в столовой, хотите по пути. Да, пойдет. Ну, ценники я вам постараюсь показать, чтобы вы все их разглядели. Ну, я могу сказать, допустим, что цены здесь хорошие. Люди на них особо не жалуются. Здесь кофе у ребят очень вкусное. Могу советовать Watch Food называется. Обожаю смотреть, когда приходишь мимо торговых рядов. Там люди ходят, что-то выбирают. Молодцы. С левой стороны у нас находится бригантина. Здесь в магазин есть продуктов. И еще очень много разных торговых площадей. Здесь мне очень нравится прогуливаться, потому что слева у нас зенит. Зелень, татуйки стоят. С правой стороны розы, которые имеют очень тонкий аромат. И сейчас в цвету находится. Позовем еще одну свою любимую торговую точку. Ребята тоже с ценничками все ставят. Ни одной жалобы на них нет. Так что приходите, покупайте. Кукурузка у них продается по 80 рублей. Узбекская кухня с правой стороны. С левой стороны столовая трое. Есть туалет по 25 рублей, друзья. И здесь прям начинает ближе к улице Серебряной кипеть все. Люди уже идут с пляжа. Кайфанули. Теперь можно и по номерам. Улица знойно-серебряная, друзья. Смотрите, что там происходит. И выходим на пляж. С левой стороны есть магазин с бытовой химией и продуктами. И по тенечку я всегда здесь прогуливаюсь уже непосредственно к самому пляжику. С правой и с левой стороны здесь очень много разных магазинов, фудкортов. По прямой советую вам хинкально. Там вкусно очень готовят. Здесь я уже выяснил, что будет сделан навес по периметру вместо зонтиков, чтобы людям было удобно сидеть. И вот потихонечку ребята производят работу. День добрый. Работает сам фонтанчик, чтобы вас радовать и привлекать сюда, как можно, больше людей. По вечерам здесь проходит анимация. То есть вы можете прийти, здесь сесть за столом, заказать еду. Вот у ребят, например, взять мохито, очень вкусный. И отдыхать, получать максимум удовольствия от этого лета. Что я вам и советую, друзья мои. Ну, это наши платаны. Скоро вырастут они будут огромные и красивые. О, друзья, мы добрались до красивейшего места просто. Здесь у нас находится очень много торговых рядов. Вход в аквапарк, фонтан, такие колонны великолепные, фотогеничные. Предлагают разнообразные экскурсии. И уже дорожка. Настил на пляж. То, как я вам и говорил, что вы будете идти только по настилу до своего пляжа. Повторяю, кстати, что 700 рублей это с комнаты, с семьи. То есть не с одного человека. На все время проживания. Чтобы вы не перепутали. И смотрите. Сейчас у нас обед. И люди массово потянулись в пляж. Отдохнув, подзагорев. И я вам советую всем так делать. Пошли, отдыхали пораньше. А потом уже, когда сильный ультрафиолет начинается, уходить. Благоустройство великолепное. Есть дополнительные переодевалки. Есть настилы. На пляж мы будем сейчас здесь поворачивать вправо. И немножечко нам надо будет туда пройти. Мусорки, душ, туалет. То есть это даже на общественном пляже уже не говорю про тот личный, к которому мы с вами двигаемся. Здесь поворачиваем направо, друзья. И тоже по настилу двигаемся по прямой. Здесь проходим пляж Аквамарин. Детский пляж Огонек. И вот следующий пляж. Это то, куда нам надо. Здесь есть бесплатный душ, туалет, лежачки для вас. То есть все для комфортного времяпровождения присутствует. Под эрариями лежите и получаете максимум удовольствия. Как раз таки со всеми теми людьми, кто отдыхает в этом же отеле. Здравствуйте, как вас зовут? Даша. Ксюша. И тебя? Как вам отдыхается? Просто отлично. То есть вам гостевой дом нравится, пляж нравится, море нравится? Да, мне все нравится. Стоит приезжать сюда на отдых? Сюда стоит приезжать, 100%. Ну это великолепно. Машите всем туда привет. Привет! И вам хорошего отдыха. Спасибо за отзыв. Мы выходим с территории пляжной. Здесь, как видите, люди все отдыхают, довольны. Сразу же отзыв получили. И по прямой идем туда. То есть вот ваша экономия. Вы приехали, допустим, на 10 дней, заплатили за свою семью 700 рублей, отдыхаете, у вас все включено. Идут в туалет. То есть вы даже если в туалет будете ходить платный, у вас уйдет денег, наверное, больше. Тут же самый лежак здесь сутки стоит 300 рублей. Пляжная территория выглядит сейчас у нас вот так. Думаю, еще стоит немножечко озвучить о том, все, что происходит на пляже. Здесь желтый флаг, кстати, купание разрешено. Туда дача красная. Там запрещено. Ну, странно, я честно не могу понять, как в этом году это все работает. И смотрите, какое чистое, прекрасное и классное море. Сколько людей у нас отдыхает. Фантастика. Согласитесь? Дорогие друзья, теперь надо поговорить о температурах над морем. Температура воздуха у нас 27,5. Дальше отходишь, там прям жутко жарко, особенно на дюнах. Так что если хотите прогреться, как говорится, милости просим в те места. Сегодня у нас волнение моря. На разных пляжах разная обстановка. Бокового сильного течения нет, но оно присутствует. Вы обратите внимание, что вот быки, видите, загнуты. Это значит, чуть-чуть влево тянет вода. Но будьте готовы к тому, что вас может снести на море. И поэтому берегите себя, чтобы все у вас было хорошо. Не отпускайте купаться одних детей, когда есть волна и боковое течение. Оно сегодня не такое сильное, как было вчера. Поэтому где-то, видите, купание разрешают. Температуру моря замеряют для вас, мои дорогие. Температура моря сегодня 26,1. Воздух, при этом 27. Один градус разницы. И поэтому вам будет вообще комфортно купаться, наслаждаться. Сейчас мы видим, как на Арго уплывают люди. Покататься, поискать дельфинчиков. Хорошего отдыха вам. И это на самом деле великолепно, что так происходит. Хорошего отдыха всем, дорогие друзья. Просто подписчик подошел с ребенком, с голеньким. Показывать это нельзя. И я желаю, чтобы было солнце яркое, небо светлым для вас. Без облачков, а море чистым, классным и немножечко с волной. Чтобы купаться вам было удобно и весело. Будьте, самое главное, благоразумны и следите за своими детками. Тогда все у вас будет хорошо. С вами был Юрий Азаровский. Увидимся в следующем видеосюжете. Не прощаемся. Номера, кстати, все указаны напрямую. Сайты там и так далее. Все под видео. Пользуйтесь от души, без посредничества. Для вас, ребята. Пользуйтесь от души, без посреди. Продолжение следует.